Домашние любимцы Компаньоны-защитники дома и семьи Два мнения на чаши одних весов И чем и как надо купать домашних питомцев Явление, о котором мы сегодня расскажем, носит исключительно гормональный характер Имеет те же признаки, что и обычная беременность Наступает через полтора-два месяца после окончания течки И называется все это ложной беременностью Увеличение живота, набухание молочных желез, нервозность Иногда резкое повышение температуры А также неискоренимое желание вить гнездо Которое собака рьяно защищает после того, как произойдут мнимые роды Порой сопровождающиеся болезненными схватками Все это признаки гормонального сбоя Ложная беременность это достаточно частое явление у собак И в основном у собак, реже у других животных Если вашей собаке уже приходилось хотя бы однажды быть ложной беременной То не ждите, когда это вновь произойдет Начинайте принимать меры сразу после течки Ограничьте собаку потребление продуктов, богатых белками и углеводами Не позволяйте им много пить Давайте слабые успокаивающие средства Бромкамфору, травяные отвары С момента возникновения симптомов Увеличьте физическую нагрузку животному Например, в 2-3 раза Удлините прогулки Или же делайте их более интенсивными Нужно убрать от собаки игрушки Преимущественно мягкие Способные вызвать побочную реакцию Если же ложная беременность уже наступила, то... Желательно ограничить дачу сочных кормов То есть это уменьшить дачу воды Можно, если есть возможность, назначить диуретики То есть проконсультироваться с врачом на данный момент Если это есть вариант в телефонном режиме То врач объяснит в любом случае, что нужно назначить мочегонные препараты Опять же, ограничить животное Сделать ему либо воротник, чтобы не было самосасывания молока Промерить температуру, есть ли воспаление или нет То есть температура 37,5-39 в норме бывает Повышается на 0,2 градуса Надо уделить собаке больше внимания Собака скулит, воет и вьет гнездо из вашей кофточки Не для того, чтобы досадить вам Не ругайте ее за проявление ложной беременности Запаситесь терпением и помогите ей Как можно быстрее вернуться к нормальному состоянию Если собачка делает себе гнездо, лежанку для подготовки к родам Как будто бы подготавливается При его разрушении, либо забирать игрушки Это не даст никакого толку, допустим Рефлексы остаются и они будут действовать в любом случае Потому что у собачки отключается Как говорится, жизнь переходит в состояние родов Для борьбы с отечностью молочных желез Часто используют народные средства Компрессы из мякиша черного хлеба Перемешанного с медом и свежих капустных листьев А также протирание отечных мест соком алоэ В затянувшемся случае можно использовать более радикальные средства Можно назначить гормональные препараты Которые предотвращают возникновение ложной беременности Но опять же вызывают такие патологии, как рак молочной железы А можно простерилизовать свое животное Это самый беспроигрышный метод, как говорится В борьбе с ложной беременностью Либо постоянное спаривание животных И получение от них предплода Даже если ложная беременность и роды Не носят столь ярко выраженного характера Не следует пускать эти процессы на самотек В надежде, что собака сама рано или поздно успокоится Как правило, за ложной беременностью Процессы идут необратимые Допустим, если кистожное перерождение слизистой оболочки матки В итоге может вызвать пиометрит Это гнойное воспаление слизистой матки животного При закрытой шейке матки Есть злокачественная закрытая пиометра Есть открытая пиометра Это когда будет видно выделение С детородных органов Наверное, нет ни одной другой группы пород С которой бы связывалось только противоречивых мнений С одной стороны, собаки-убийцы, людоеды С другой, милые домашние любимцы Собаки-компаньоны, защитники дома и семьи Где же правда? И как разобраться в особенностях поведения бойцовых собак? В частности, гостя нашей сегодняшней программы Питбультерьера, не впадая в крайности И вообще, существует ли в действительности группа бойцовых собак? Группы, такие как бойцовые собаки Просто не существуют в кинологии Питбули – это собаки-компаньоны Собаки, ориентированные 100% на человека Очень любящие людей Именно любящие людей И собаки абсолютно универсальные Которые могут использоваться И в защитно-караульной службе И в спорте И даже на охоте История этой породы насчитывает более 300 лет Предками питбультерьеров считают староанглийских бульдогов и терьеров Прежний английский бульдог был мужественной и бесстрашной собакой С сильным и компактным телом Развитой мускулатурой и огромными челюстями Он был выведен для травли быка По описанию, тогдашние бульдоги были довольно подвижными собаками У них были длинные крысиные хвосты Прямые лапы, гладкие морды Таким образом, бульдоги того времени Скорее напоминали сегодняшних бультерьеров Чем современных бульдогов Относительно другого предка породы терьера Мнения разнятся Обыкновенно сходятся на том, что это был белый английский терьер Спаренный с бульдогом Но поскольку хотели вывести животное Для собачьих боев, приобретавших Все больше популярность А английский белый терьер никогда не считался слишком смелым Более вероятным представляется Предположение, что в селекции был использован рабочий терьер Порода развивалась в различных направлениях Постепенно распадаясь на ветви В результате чего и образовались Бультерьер Американский стафарширский терьер Американский петбультерьер Несмотря на существенные внешние различия Эти собаки унаследовали от общего предка Немало отличных качеств Придающих всем трем породам Неуловимые сходства Таких как бесстрашие, упрямство, активность, преданность и любовь к людям Это очень сообразительные, отлично дрессируемые, красивые, гармонично сложенные животные Это очень старая порода Она как бы претерпевала изменения Ну со временем Вот, но изменения чисто физиологические И которые никак не повлияли на ее характеристики Собака была и остается Очень сильной Очень смелой Упрямой Но жутко ласковой И очень любящей людей Не все любители собак и заводчики увлекались боями Некоторые упорно добивались права участвовать в выставках Для достижения этой цели в начале 20 века Началась разработка стандарта породы петбультерьер А в их разведении наблюдалось перенесение акцента с рабочих качеств на экстерьер В результате была получена порода Которая по внешним параметрам Аналогична петбультерьерам Но в то же время не может использоваться как бойцовая собака Эту породу назвали американским стафарширтерьером Она представляла собой выставочный вариант петбультерьера Породу, которую можно было официально зарегистрировать Что и произошло в 1936 году Тем временем петбультерьеры оставались все еще непризнанными Им запрещалось участвовать в племенном разведении и выставках Нелегальное разведение породы продолжалось только в United Kennels Club И некоторых других небольших кеннел-клубах Выставляется эта собака или нет? Раньше я знаю, что не выставлялась вообще То есть их не было А сейчас как? Значит, в системе FCI эта порода не признана В системе ИКУ и в системе Всемирного Альянса эта порода признана Почему ловцы ее до сих пор не признали? Ну, как объясняют сами руководители FCI Потому что порода не имеет четко выраженного стандарта То есть стандарт размытый и поэтому они эту породу не признают Вот уже более 20 лет средства массовой информации наперебой сообщают о случаях нападений и покусов людей И главной действующей фигурой этих сообщений часто становятся петбультерьеры Ни для кого это не секрет, что собаки выводились для собачьих боев в свое время, очень давно И поэтому они заслужили из-за этих боев такую слабую Единственная агрессия, которая у них присутствует, это агрессия к себе подобным, к собакам Благодаря СМИ сложилось стереотипное представление об этих собаках как о кровожадных монстрах Зачастую подобные статьи и видеосюжеты сопровождаются комментариями специалистов-кинологов Не только не имеющих представления об этой породе, но и вообще слабо разбирающихся в вопросах собаководства Собака сама никогда не кинется на человека, собаку надо заставить это сделать То есть изначально все вот эти элементы агрессии, они исходят в первую очередь от человека От неправильного воспитания животного Любое животное, ну собака как и любое животное это зверь, прежде всего это хищник Надо об этом никогда не забывать и начинать воспитывать щенка вот с самого рождения Вы берете щенка и начинаете его социализировать, воспитывать, дрессировать Редакция журнала Питболи Ревью в 1997 году был проведен статистический анализ пород собак, совершивших укусы людей Так вот, на первом месте оказались обычные дворняги или как их еще называют метисы Из 100% на их долю пришлось 26% На втором месте оказалась немецкая овчарка с 19% 15% в третье место занял Ротвеллер Четвертыми стали кошки с 7% Пятое пришлось на кокеров, у них было 5% На шестом очутились Резиншнауцер и Коли По 4% каждому Пудель, Дог, Доберман, Кавказская овчарка С 2,5% заняли седьмое место А вот на долю бультерьеров, американских стафаршистских терьеров и питболи пришлось только 1,5% В данном списке нет статистики укусов людей собаками декоративных пород Которые, кстати, кусают значительно чаще, чем другие собаки У истока в этой породе, когда стояли люди, щенки, шел отбор собак по ее не столько физиологическим, сколько психологическим данным То есть собака должна была быть смелая, должна быть отважная, сильная И в то же время должна быть полностью адекватная в плане людей То есть не проявлять абсолютно никакой агрессии Щенки, которые проявляли агрессию, просто уничтожали Но в истории развития породы были периоды, когда именно это качество культивировалось К счастью, развить злобу к человеку возможно далеко не у каждой собаки Но те собаки, с которыми удается это проделать, часто становятся ложкой дегтя в бочке меда Питболь хороший, питболь чистокровный, он без проявления агрессии к людям И у него, его функция как бы изначально была полностью ориентирована на хозяина То есть собака безумно предана и очень легко поддается дрессировке Потому что ради хозяина делает любые вещи Почему очень много есть агрессивных питбулей? Потому что раз подкрепляется это, и собака начинает проявлять все больше и больше этого навыка К выбору щенка-питбультерьера необходимо подойти со всей серьезностью При покупке не следует удовлетворяться обещаниями продавца, что все необходимые документы будут оформлены позднее Если он не может предоставить щенячью карточку, это скорее всего указывает на то, что помет вообще не зарегистрирован в клубе Очень много собак нечистокровных Замечу, что если животное нечистокровное, там идет сбой психики у собаки и очень часто проявляется агрессия То есть я считаю, что такие животные должны именно разводиться заводчиками, профессионалами Где агрессия должна убираться просто изначально Кто хочет когда-либо завести или думает, или планирует, обращайтесь в клубы В клубах собаки протестированы на психику То есть и у вас не будет агрессивного питбуля В документах, которые передает новому хозяину животного продавец, говорится о чистопородности питбультерьера И отсутствии пороков на момент проведения обследования в двухмесячном возрасте Воспитывать щенка питбультерьера необходимо строго, но без агрессии Эта порода подходит скорее опытным собаководам, нежели новичкам Поскольку требует постоянного контроля со стороны хозяина В целом собака, конечно, достаточно с очень интересным характером Она знает, чего она достойна Поэтому у кого это первая собака, обязательно на площадку Обязательно, то есть обязательно к дрессировщику, обязательно к профессионалам Воспитание собаки, особенно такой как питбультерьер, очень важно Поскольку это бесстрашное животное является довольно жестоким противником С какого возраста надо заниматься дрессировкой? Начинать дрессировать именно питбультерьера Прошли все карантины, сделали все прививочки и в три месяца милости просим на площадку Дрессировки поддаются очень легко, потому что, во-первых, это собака-пищевик То есть они очень любят покушать Плюс собаки очень геймовые, то есть стремление к победе Поэтому они стараются наращивать свои навыки И сколько длится курс дрессировки этой собаки? Или она дрессируется всю жизнь? Это зависит от того, кто чего хочет добиться Немаловажное значение воспитания питбультерьеров Играют физические упражнения Дело в том, что будучи породой предназначенной для боев Эти собаки нуждаются в больших физических нагрузках Если с ними регулярно не заниматься Животная энергия, заложенная в них, может выплеснуться на окружающих Прекрасными видами занятий являются плавание, пробежки за велосипедом Активные игры, длительные прогулки Конечно, эти собаки не для пенсионеров Они также не для тех людей, которых постоянно нет дома Они непригодны для содержания на цепи или в вольере Зачастую главным их стремлением является возможность быть рядом с хозяином Таких собак надо покупать у заводчиков обязательно Только с документами, только собак, прошедших в обязательном порядке племенной смотр Человек же понимает, что это не игрушка, которую можно просто взять и выбросить И собака не живет, как хомячок три года То есть это 10-15 лет, которые будут рядом с вами еще один член семьи С вами вместе жить в одном доме И это не только к питбуллю относится, это к любой породе относится Потому что породистые собаки, они для чего-то там выведены Они должны соответствовать тому, для чего они выведены Если уж собака компаньон, так действительно собака компаньон Понимаете, они агрессор, который будет в страхе держать всю семью В семье эти собаки ласковы, со взрослыми детьми, гостями По своей природе они не склонны к попыткам занять лидирующее положение Вот в Америке в 60-х годах американский питбулльтерьер это был собака-нянька У нас же об этом никто никогда не говорит и никто никогда не рассказывает Это собаки, которые очень любят детей Они очень адекватно относятся к детям Потому что, ну, в принципе, собака для семьи Собака компаньон Все эти превосходные качества характера делают их любимцами семьи Но именно эти качества иногда доводят до беды Собака, обладающая таким набором достоинств почти всегда На иерархической лестнице поднимается выше положение Которое могла бы занять в дикой природе Она становится в полном смысле слова членом человеческой семьи Но взгляды человека и собаки кардинально отличны Воспользовавшись теми правами, привилегиями и вытекающими отсюда собачьими обязанностями Собака иногда пытается диктовать человеку свои условия Условия дикой природы Питбуль может работать как универсальная собака Очень много в Америке, очень много питбулей работают И антитеррор, и спасатели И как бы, то есть, ну Как разноплановость какая, да? От няньки до антитеррористической собаки Да, да Вот, ну, настолько у них универсальная психика Но, опять же, возвращаясь к тому, собака должна быть чистокровной Содержать эту породу несложно Питбули неплохо чувствуют себя в обычной городской квартире Уход за питбулями минимальный Раз в полгода собаку необходимо купать И собаки абсолютно универсальны То есть, я же говорю, что и общий курс дрессировки И ЗКС, защитно-караульная служба Все виды спорта им подходят Абсолютно все виды собачьего спорта Если вы не хотите заниматься боевым собачьим спортом А просто хотите иметь веселую спортивную собаку Которая станет домашним любимцем Питбуль вполне пригоден для этого Необходимо лишь приложить некоторые усилия в процессе воспитания Постоянно добиваясь послушания от вашего питомца Но помните, что лучше все использовать по своему назначению Например, вы же не посадите на цепь для охраны дома пуделя А если и посадите, то... Ну, а если же вы хотите собаку-телохранителя То лучше завести собаку служебной породы Итак, подведем итог Над любой собакой надо работать Независимо, ершеский это терьер Чихуахуа или это питбультерьер Все зависит от того, кто рядом с этой собакой Все зависит от того, как он себя ведет с этой собакой И как он ее воспитывал И тогда выходит у нас на поверку пес У которого большое львиное сердце Трезвый, холодный ум Ну и, соответственно, добрая душа Мы продолжаем тему купания животных И расскажем о том, что надо сделать Чтобы собака после купания была не только чистой, а и здоровой При купании собак на что стоит обратить внимание владельцам? Чтобы вода не попала в уши В глаза и особенно в нос Они этого боятся Я в уши ничего собакам не сую Лишнего, считаю, в ухе быть не должно Просто закрываю аккуратно, держу вот так руками Если вы придавите, ухо закрыто И сверху поливаете То никакая вода не пойдет Голова собаки должна быть чуть-чуть Повыше ее Когда вы даже моете голову, мордочку собаки То вода ни в нос, ни в глаз Все они закрывают Если на самосохранение Никуда ничего не попадает Я вам раскрою некоторые маленькие секреты купания Очень часто шампуни концентрированы Вам прежде их, конечно, надо будет развести Этот концентрат, так как написано на бутылочке Для того, чтобы хорошо искупать собаку Хорошо промыть Надо хорошо ее сначала намочить Всю шерсть вы аж вот так вот берете И рукой как бы сдавливаете Потому что собачья шерсть Она воду может внутрь не пропустить Особенно касается собак С так называемой дикой шерстью Это все лайки Шпицы Чао-чао Я купаю собак, не поверите Губкой для мытья посуды Зачем это делается? Во-первых, шампунь у вас экономится раза в три А во-вторых, шампунь очень хорошо распределяется По всей собаке равномерно Не так, как если бы взяли шампунь И нанесли ее сюда И начали мылить Здесь шампуни будет больше, тут меньше Мы делаем, мы намочим губку Нальем шампунь И как при мытье посуды Сделаем пену И аккуратно теперь все это распределим Вот такими вот движениями Не надо вот так калашматить Потому что вы можете сделать Те же колтуны, шерсть спутается Аккуратненько Самое главное Хорошо смыть шампунь Если шампунь останется на коже То у вас могут возникнуть проблемы Собака начнет чесаться Шерсть будет блеклая Не будет хорошо блестеть Определить смыло Если шампунь Очень просто Вы когда берете Проводите рукой по шерсти То получается она должна скрипеть Как чистое стекло Но кондиционер должен обязательно быть В наличии Как я понимаю Для того, чтобы у собаки Не было ктунов, как вы сказали Берем на ладошки Они разные бывают Некоторые надо смывать Некоторые не надо смывать Там все написано И аккуратно Вот так вот как бы Массажными движениями Вся шерсть должна быть Пропитана кондиционером После купания собаки Мы должны ее завернуть в полотенце И потом что Просушить ее феном Или мы можем не сушить собаку феном Как быть в этом Если вы водите свою собаку на выставке Или собираетесь То надо конечно приучать к фену Феном вытягивается шерсть Делается прическа Если у вас домашний просто любимец То вы можете после этого Ее не сушить феном Фен все-таки горячий воздух И воздействует неблагоприятно на шерсть Вы можете просто расчесать ее И отпустить Собака еще повытирается дома Обо все ковры Будет бегать, мотаться И высохнет сама Хорошо это когда летом Они быстро сохнут Буквально за час она будет сухая Ну а зимой если в квартире холодно То лучше конечно сушить феном Чтобы не простыло животное Кукла Пусть собака вот такая Аленушка посидит Минут 10-15 Она все впитается Ну и она будет уже полусухая Ну вот как мы с вами и выяснили сегодня Что оказывается процедура купания Это не такая-то и простая процедура И тут 20-10 минут Не обойдешься Как нам рассказал наш мастер сегодня Некоторым породам надо час А некоторым 6 часов Ну что же я думаю что Вы наши уважаемые телезрители Это осилите И ваши собаки будут ходить Чистыми, красивыми и ухоженными Сегодня в программе Наши домашние любимцы Самые неприхотливые Самые любимые И самые полезные Для начинающих аквариумистов Живородящие рыбки К живородящим рыбкам Относят большую группу рыб Которые обитают в пресных И малосоленых водоемах Южной Америки Главное отличие этих рыбок От остальных В том, что икра Оплодотворяется внутри тела самки И на свет появляются полностью Сформировавшиеся мальки Уже готовые питаться Созревание икры Происходит в среднем В течение 22-50 дней В зависимости от разновидности К самым неприхотливым Живородящим рыбкам Относятся гуппи Именно поэтому их советуют Заводить начинающему аквариумисту Эти рыбки Обладают спокойным нравом Доброжелательны, красивы И в то же время Они не нуждаются В тщательном уходе Соблюдении строгого Температурного режима Своё название Рыбы получили по имени Английского ботаника Гуппи Который еще в середине 19 века Привез их в Европу Из путешествий Вместе со множеством растений Из тропиков Среди рыбок Были яркие самцы С разнообразными По всему телу Полосками и пятнышками Всевозможных расцветок И серые, невзрачные Зато крупные самочки Так прижились И получили широкое распространение В аквариумах европейцев Обитатели Венесуэлы Гвианы Острова Барбадес И Тринедатских островов Мальки Гуппи Появляются на свет В тоненькой икренной оболочке Благодаря которой Сразу же всплывают На поверхность воды Температура которой Должна быть В пределах 22-24 градусов Цельсия Уже в первый день Они абсолютно самостоятельны Мало того Им приходится прятаться В зарослях водных растений Чтобы не стать обедом Для собственных родителей Кормить Гуппи Лучше кормом живым В виде дафни, циклопов Но и сухим кормом Для аквариумных рыбок Они не брезгуют Многие производители Выпускают специальный корм Разработанный конкретно Для Гуппи Живут Гуппи довольно мало Не больше трех лет Поэтому и созревают рано Шестимесячные мальки Уже могут давать потомство Чтобы оно было полноценным Нужно к этому заранее подготовиться Отобрать несколько Наиболее здоровых Активных и красивых пар Поселить в аквариум с водой Подогретой до 25 градусов И кормить только живым кормом Когда и без того Округлое брюшко самки пополнеет И на нем появится слабое темное пятнышко Чем оно темнее, тем скорее появятся мальки Их нужно отсадить в другой аквариум Или хотя бы в трехлитровую банку Своё потомство Самка Гуппи может вынашивать От 25 дней до 2 месяцев На такой широкий диапазон Влияет корм, который она получает И температура воды В естественных условиях В реках тропиков Гуппи приносят огромную пользу Уничтожая личинок малярийного комара В следующей программе Наши домашние любимцы Мы расскажем еще Об одном представителе Семейства пиццелевых О меченосцах А на сегодня все Смотрите нас на телеканале МТМ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»